Десятки афганских студентов, поступивших на грант в казахстанские вузы, до сих пор не могут приехать в нашу страну для учебы. Проблема в том, что официальные органы страны не всем еще выдали приглашение, а без этого получить визу они не могут. Подробности в следующем сюжете. Хамида Мухаммади разговаривает с другом из Афганистана по видеосвязи. Девушка интересуется, как у него с учебой. Ее друг поступил в один из университетов Казахстана на грант, но из-за отсутствия визы пока не может приступить к учебе здесь. Для того, чтобы получить визу, сперва нужно получить письмо-приглашение, но миграционная служба Казахстана его задерживает. Хамида говорит, что в таком положении оказались многие афганские студенты. Некоторые студенты в этом году получили грант, баллонский процесс в Казахстане. Они сколько раз мне спросили, написали, что если есть какие-то возможности, пожалуйста, скажите в наши университеты, пожалуйста, ходите в миграцию и скажите про нашу ситуацию. Эта миграция должна отправить им приглашение для получения визы. Один из таких студентов – Гулам Реза Факири. Он первокурсник столичного университета. Говорит, что из-за проблем с интернетом в Афганистане он не может учиться даже онлайн. Это сказывается на его успеваемости. Он надеется, что вопрос визы решится как можно быстрее. Я потерял целый семестр, потому что не могу заниматься онлайн. В Афганистане очень тяжелая ситуация с интернетом, и цены на него дорогие. Не каждый здесь может позволить им пользоваться. И у меня, например, нет возможности учиться онлайн из-за этого. В МВД тем временем сказали, что знают об этой ситуации и работают над этим. Некоторые студенты уже получили разрешение. Но из-за того, что процесс требует согласования нескольких органов, этот требует больше времени. Впрочем, и сами афганские студенты к выходу материала подтвердили, что сегодня многие из них начали получать письма-приглашения от казахстанских властей. Нургали Карабаев, Ренат Абулхаиров, Информбюро, Алматы. Еще больше важной и интересной информации на нашем YouTube-канале Информбюро 31. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новостей.